Если многие эксперты утверждают, что в США жить дорого, то могу сказать, что болеть там еще в разы дороже. Очень дорого. Да, нужно признаться, что уровень тамошной медицинской помощи высокий, но нашему пациенту не придет в голову произнести изречение. Это поможет вам получить хорошее соотношение цены и качества. Банальный случай. Заболел живот. Вызывают в скорую, человека везут в больницу. Диагноз – острый аппендицит. Пациента оставляют в госпитале, а родственникам при выходе на ресепшен не дают счет на оплату за вызов скорой помощи. 400 долларов. У знакомых парень порезал руку и, зная расценки на спору, поехал в больницу сам. Опыт уже есть. Рана оказалась небольшой. В течение получаса рану обработали, наложили 5 швов и это обошлось ему. Ого! 240 долларов. Нужно знать и то, что если вы обращаетесь за медицинской помощью в учреждения, не находящиеся в сети вашей страховой компании, придется платить за прием больше, чем вы могли бы. Есть лекарства, такие как жаропонижающие, противоаллергические и прочие, которые продаются без рецептов. А вот большинство медпрепаратов в аптеках продается только по рецепту. Поэтому сначала нужно обратиться в больницу к врачу. Это платно. И врач уже выписывает рецепт. Но может так случиться, что врач скажет, что ваша страховка не покрывает данное лекарственное средство конкретной страховой компании. Поэтому можно выписать рецепт на другой аналог или платите полную стоимость. Если же вы стали обладателем счастливого рецепта, идете в аптеку и покупаете свое лекарство. Медицинские расходы – это частая причина банкротства частных лиц в США. Более 60% обанкротившихся граждан обязаны дорогой медицине. Причем, три четверти этих банкротств были застрахованы. Поэтому страховка, даже не самая выгодная, все равно лучше, чем платить по своим счетам самостоятельно. Страховку надо оформлять на всех членов семьи, включая детей. В большинстве штатов есть программы страхования для детей, которые оплачиваются государством или благотворительными фондами. Но ребенок должен быть резидентом в США младше 18 лет и соответствовать условиям страховой компании. Цена полиса и сумма компенсации зависят от условий договора, который вы заключаете со страховой компанией. Там вам предложат несколько тарифов, исходя из вашего возраста, дохода и состояния здоровья. Страховые планы бывают нескольких типов. В платиновом плане страховая компания плачет 90% расхода. Правда, ежемесячные взносы самые высокие. В золотом компенсируется 80% расхода, в серебряном – 70% и в бронзовом – 60%. Он самый популярный, потому что взносы меньше. Есть еще минимальное страхование. Вы не тратите много денег, но вам компенсируют только самые главные медицинские услуги. Это тарифный план для молодых и здоровых людей. Итак, логика такая. Вы платите первые деньги за услуги больницы, пока не тратите оговоренную в договоре сумму. Дальше страховая помогает вам платить за следующей оговоренной суммы. После этой суммы страховая берет на себя выплаты полностью. И если нет годового лимита, то дальше вы лечитесь за счет страховки. А если есть, то в случае его превышения опять платите сами. Чем выше ежемесячные взносы по страховке, тем выгоднее условия для вас. Средняя цена страховки для взрослого человека в месяц составляет 250-300 долларов. Семья из четырех человек тратит на страховку 1000 долларов и больше. Это ощутимые расходы. И не все американские семьи могут позволить себе полноценный страховой полис. Медицинская страховка, как правило, покрывает услуги терапевта, осмотры, профилактические процедуры. Стандартные полисы не покрывают специализированную помощь, например, офтальмолога или стоматолога. Страховки подешевле позволяют лечиться только в сети докторов, сотрудничающих со страховой компанией. Тогда поход к другому доктору стоит вам дороже или полностью оплачивается. Медицинская страховка покрывает неотложную помощь. Как уже говорилось, визиты к терапевту, профилактические осмотры, медосмотр и тест 2 раза, 3 раза в год и короткое нахождение в больнице. Самая дорогая страховка для тех, кто много болеет. При некоторых диагнозах, например, почечной недостаточности тяжелой степени, господинство берет на себя все страховые выплаты. А теперь и оцена. Вызов скорой помощи стоит от 50 долларов. Медосмотр от 30 долларов в бедных штатах. Оперативные вмешательства в специализированных лечебных госпиталях стоят очень дорого. От 250 тысяч, а иногда и до миллиона сгад. Можете обратить внимание на таблицу, в которой приведены расценки на некоторые хирургические операции. Действительно получается, что жить в Америке дорого, а болеть еще дороже. Будьте здоровы и не болейте.